дальше идем вопросы по семечками косточкам анастасия дубовая прошу дать ссылку на вебинар дело в том что как нельзя мне звонят телефоны ходят где-то по этим и никто не знает пройдут вебинар каждый раз когда попробуйте тут переучить вопрос можете озвучить тему об обрезке деревьев на ветреной местности я сейчас вспоминаю кажется тверь так и вот второй вопрос как сажать рядом однотипный разнобой а мы с вами все это давно проходили что я могу только повторить то что сказал не по телефону я попросил еще так как мне писать трудно а не был уверенностью что она вебинар увидите и так объяснил растут деревья саженцы вы посадили он растет или он останется на месте навсегда а у вас ветреное место оно понятно нужно так называемое ветро отбойная но представляет сколько летать пока какой-то огромный тополь вырастет там по периметру или березы очень крупные вырастают вы видите березы 6 этажные то есть высотой 6 этажей вот это вот такие вырастают у нас себе и много чего вырастают до высоты 6 этажей но долго я это так посоветую вы берете не хватает на все денег ну что сказать остается 2 вот этот второй прием а первый звучит так по периметру на расстоянии метр 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 получается ну что я скажу ну на 100 метрах получается 100 деревьев нужно вырастить каких мощных мальчужских абрикосов они будут защищать от ветра они будут плодоносить в отдельный год у вас будет мне не сотни ведер нет это много вас будет тысячи люди которые вы будете один вопрос как успеть их продать чтобы они раньше не сгнили потому что они это жару быстро за несколько дней портится вот будет головная боль писали 100 метров 100 штук ну чтобы 100 штук вырасти может быть через полметра надо посадить потому что они не обязательно каждом зайдет вот но этот первый прием одновременно нужно что так как дождись когда него быстро растут я вам пока вода на свежую фотографию сделать вот те самые дальневосточные они посажены близко через метр на них рассмотреть и жутко шапка падает а им всего посажен пятнадцатом году из косточек представляете что творится но и ну то есть можно это так вырастить их так быстро далее второй прием он более привычный знакомый естественно не делать этим дебильный штамп вырасти в деревья допустим одолеть на следующую весну ранее весну отрезаете верхнюю половину это уже просто деревья яблони груши сливы чего хотите и они будут расти вот так уже более распластанные я вам показывал кто кто же из вас тогда мне пришел фотографию кто-то из наших ветеранов там уже на две три с подпроси на половину сажены с ростовской области да да ростовская там все было много вот вот этот момент то есть чтобы распластвовать а если пересаживает то еще сильнее надо отрезать уже на смотреть по корням есть у первом случае можно до 3 отрезать оставить навсегда но отрезать сделать специальную кровь а втором случае есть еще пересадка то не меньше половины однолетнего и не опаздывай чем раньше пересадим двух лет уже будет больше болеть при пересадке вот и получается обрезка деревьев на ветерной местности я как мог ответил столько у меня фотографий на себя 5 начну получается что все сначала а я все еще закончить не могу на один раз а от вопросов не уйти попробуйте по телефону все это расскажи как сажать плодовые деревья рядом атакитные для разнобоя я таких случаях так отвечаю и те в разнобое есть свои преимущества летит хочет сожрать яблоню для она с крыльями тут муравей не причем это все дурь вот муравей уничтожать она летит и хочет жрать и вместо того чтобы я был натыкается на абрикос абрикоса на терпеть ненавидит облетает абрикос а за ними яблоню то есть есть в этом плане когда смешанный сад есть такое преимущество но будет хуже опыление выбираем опыление тогда знать яблони с яблони груша с грушами вишни с лишними ну надо смотрите у меня абрикосы когда-то зажали его практически уничтожили их пришлось поздно было пересаживать мне пришлось выпиливать яблони они задушили то есть а свои заботы окружили полностью лишили солнца яблони начали чахнуть так у меня яблони раньше-то я садил как ряд 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 это были питомник и так и получалось где где кто хочет и там и растет и главное получается рядом но прошли годы и на 10-15 году мощные абрикосы выжили сливы и выжили менее росы выжили яблони да и груша заодно вот так получилось поэтому все-таки абрикосы сами по себе я бы не сами по себе ну а рост я всегда говорю абрикосы самые мощные так пусть они самые мощные тут груши груши отличие темы яблони выращены из этих дебильных клонов они карлики их вообще надо отдельно садить чтобы никто их не обижал не закрывало солнце а допустим остается сеянцева сеянцева они самые мощные действительно мощные но я предпочитаю корневые отводки у них сдержанный рост корневых отводков сдержанный рост я на них плевать но у них уже получается можно садить ближе друг другу уже не с огромной высоты яблоки падают а с такой более-менее пришли высоты вот сегодня кстати пример такой я еду у меня от фотографии все еще в телефоне в этом фотоаппарате я еду через сизою мужчина этим ну из бутылки пластмассовой сделан на длинной ручке сделал полосъемник стоит на этом на как называется на стремянке и чуть ли не с верхушки снимает прекрасные груши я остановился поздоровался у меня знаете он ведь знаю но все за откуда это мне так приятно услышать сорта назвал чижевская и сказал это свинусинского опытного сада мне было приятно слышать потому что не часто такое вижу прекрасное дерево лет 10-15 может 20 он на высочайшей стремянке 3 метра этот и я и груши достаю я с фотографией сделался еще раз покажу вот но повторяю абрикосы самые рослые и груши у них есть одна особенность с чем борется вся мировая наука борется с дикой злобой два варианта пройдите приезжают приезжать приезжать вот калеча одновременно я показывать тип страшен последствия а последствия потом когда они начинают черелить листья желтеть их выдают за бактериальный ожог за что угодно стоят возле искорительного дерева особый вид а еще хуже когда в этих на сайтах советы дают они не знают ни происхождения дерева видят один фрагмент там вот что происходит и тогда получается если груши не трогать они растут мощным вверх 8 именно яблонида еще может дать пар пошире у нее свое происхождение свои методы приспособления местности под себя и сами приспособления к местности вот так а груши им надо спасти штамп от этого от гниения не растут вот так защищаясь от плата от проливных дождей они как ябрикосы засухоустойчивы и вырастают очень большие а уже ниже яблони смотря на что посажено а потом ниже идут сливы персики персик тоже может огромную вырасти но у нее сильно много врагов сперва калечим потом жди когда вырастет наговорил и так кучка яблони другая кучка груши третий кучка сливы черте кучка абрикос анастасия дубовая меня зовут анастасия мужа александр год назад я приобрела ваших не очень вдохновилась создать сад как вы описываете я конечно совсем начинающий садовод хотя в детстве помогала садом дедушка тоже привал деревья мы сможем купили участок тульской области 2 гектара и хотим посадить сад сейчас это просто поле с ветрами будем сажать и другие деревья посоветуйте с чего начать какие сорта посадить мы хотим попробовать приватили можно ли посадить кошки семечку этой осенью можно подобрать семечки кошки на две тысячи рублей для начинающих так я нашла поближе саду дикую яблоню как посадить ее семечко нужно ли ждать когда яблоки доспеют если у вас ваших учеников консультации мы готовы заплатить ну насчет этого понимаете вот видели вот то что выше письмо это они перекликаются заметили перекликаются но до начала скажу что лучше конечно диски многих уже нет аппаратуры для дисков хотя по моему каждый 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 этот самый все еще даже были сохранится гнезда в эти дать для дисков ноутбуках так я выше показал за что мы вы могли бы заплатить ну еще есть книги бумажные у меня есть книги электронные платить вот так теперь дикое яблоня как посадить ее семечко ну ждать пока она перегнет как следует тогда посадить вот доспеет когда яблоки еще не просто доспеет когда переспеет тогда берете оттуда семечко есть одно но будет это семечко совмещено с такими роскошными плодами сортами которые я вам показывал еще покажу будут ли они неизвестно у меня не все сразу получалось ведь смотрите основа является семерка а семерка на стойке а год за годом сергей выкапывает их несколько сотен за столом плевает или посадит они это же учеба я секретами делюсь обычно это сентябрь сильнейшая обрезка огрызок садится доживает до весны успевает выжиться и там питомники и весной он прививается уже как будто он тут и рос достаточно живой чтобы хорошо принять прививку вот это сюда но тоже сибирка она проклята считается что она тоже как сибирский абрикос как поджижки абрикос считается она не годится отторжение высокий процент и так далее у меня получилось по-другому кстати вот 10 вот этих вы видели когда я их водил по саду вот они у меня это моя гордость я их водил по саду и один из фильмов снят про грибы мне пришлось ожидая этих девчат мне пришлось обойти все деревья все яблони знаете для чего я нашел пятышка парши на одном яблоке на одном а она то специалист по грибам я хотел себе поговорить эту тему раскрывать я не буду я хочу чтобы вы посмотрели этот самый сейчас посмотрим она сейчас она сейчас должна быть вот тут вот это мой этот самый сейчас покажу что это нет нет а это я схотел с яблоней познакомить но никогда все не успеваю вот это мой канал видите нет еще нет вот тут будут 3 этих сама 3 свежих фильма снятая с моими гостями так вот с ними и получается так что странное дело вокруг погибли не не тысячи десятки тысяч а мы сотни тысяч яблони у всех соседей все уничтожен практически они также звездки вот хотите эти хотите нет когда мы один санна подтвердив вот это уже как будто специально как-то вот складывается так выходим по саду это было вчера не подавчера я говорю посмотри сосед залез на этот самый как и обрезку делать скелетную вот и нашел время главное то чтобы часть дерева натрежет уже засыпающие почки которым вот часто еще засыпать проснулись и набухли и чтобы зимой погибли а его же научили вот этот дидетизм он никак мы от него не можем ничего сделать это сильно мало друзья так а я к чему говорю почему у меня сад целый почему с огромным трудом я показал девчатам моим гостям они рода елена знакомлю вас елена александрова савинич она аспирант так представила свою гостью как заведующим лаборатории причем по грибам агро университета серьезная женщина серьезная работа я готовил тему по грибам у меня свои понятия что грибы не жрут живую ткань это наша песня хорошо вы уже это знаете вот чтобы это для этого фильтр и создал но мне пришлось поискать найти пятнышко паршивы представляете чтобы показать хоть какой-то гриб у меня еще есть вот еще есть а вокруг все уничтожено а как получилось ребята вот сейчас мне надо какую-то картинку получше то не привет сейчас до вас найдем вот картинку получше так вот значит кругом все яблони погибли гибли однолетние двухлетние пятилетние двадцатилетние это новая болезнь совершенно потому что грибы черный рак так называем он никогда не убивал молодежь это старческая болезнь привычная так приходит пора ну поняли да рак у них рак это грибная болезнь а как получилось что у меня мы не нашли ничего и он подтвердите нету болезни нету 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 вот единственное дерево которое подозрение на это на бактериальный ожог ну и то оно так изувеченное я же принципиально не это не поливал они удали не прескал что может быть и ожог то не причем и вот вот такое пятнышко нашел показал его там в кине фирме а теперь самое главное как получилось что у меня практически стопроцентная совместимость сибирками стаи они же уезжают он со своим этим самым родственником сергеем данью нашим андреем сергей уезжает за 20-30 километров глухейшую тайгу подчеркиваю глухейшую у нас и так нихрена уже тут садов не осталось в этих деревнях якобы пчела на 300 метров относит а здесь километр привозят оттуда настоящие дикие настоящие дети в сибирке и к ним прекрасно прерывается почему я не сибирьки приучил хотя я ввел понятие культурной сибирка это тоже есть я беру когда веточку на прививку прекрасного дерева там самые современные увидите фильме еще покажу самая сладчайшая в мире медовая вот квинти этот самый розмарин ну уже куда уже уже вообще лучше нет на свете яблоко golden держит уже нету их а ветки на этот дико при ваша не садятся почему я культурные деревья заранее приучил сибиркам это одно из направлений которое должна заниматься наука но вот сейчас если кто-то первое услышится когда рассказать я первое об этом слышу вот я сам не занимаюсь этим делаем о чем мои коллеги то они должны знать что генах культурных вини так в ветках которые берут на прививку самых лучших сортов в мире мире я прививаю их на сибирке а и сибирка принимает потому что принимает их засел за свои вот вот это вот истина представляете сколько открытий поскольку она в открытии чудные готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг где мы ученые самые смелые девчата вот как бы им сразу было сразу это самое где-нибудь на проектора сразу должен чтобы развили эту тему так и вот получается следующее как подобрать я что-то говорю говорил но получается что дико яблони это не гарантия вот а у вас сколько два гектара нет тут надо делать надежно вам придется семена заказывать у меня это же сибирок но тогда опять получается по логике только мои привычены к моим же этим сибирка тогда получается потом и тереки надо у меня но у вас 2 гектара а денег у вас 2000 на эту сумму 2 гектара это ну лет десять уйдет понимаете лет десять если бы еще 0 приписать вот тогда бы еще что-то может быть а так смотрите будем сажать и другие то есть выходить и комплексы сад до 2 гектара я вам сразу скажу вот если тульской области я бы сказал так что они могут давать определенную прибыль как и 2 гектара так могут но абрикосы знаете я к ним отношусь с любовью но как саратовская область мой друг чернышова валерий петрович мы переписывались много лет единственный ученый который не кнушался со мной тогда общаться с простым садоводом тогда я только стал фермером меня зауважал 73 года саратовская область без абрикосов без урожая четыре года без урожая 5 без урожая 6 без урожая дальше переписка прервалась в общем понятно сделать абрикос можно иметь до души до души с какими-то условиями абрикосы яблони груши из это с тульских питомников пряты вырастите нельзя же ко мне обратились но абрикосы для души сливы особенно китайские как грязь есть такое выражение по грязи но они так быстро портятся сливы которые так быстро не портятся это венгерки жесткие твердые вот их родина венгрия но украина рядом что что еще посоветовать но у них нет таких сумасшедших урожаю как у круглоголовых обрекать их слив а эти круглоголовые портятся это же вам не эти самые отравленные с юга груши вот груши они достаточно да отравленные груши они чуть ли не в каждой деревне продают привозят с этого самого вот у меня в деревне сезая там штук десять подостоять открыли магазин в каждом лежат яблоки груши и лежат они после 4 с прошлого года как вот в этом году они могут быть еще но он был мая уже про еще продавали прошел год не так вот груши да вот груши я бы на вашем месте бы занялся всерьез например целый гектар отдал под них яблони ну кого удивишь яблоки самый распространенный фрукт вишни вишни в ваших краях уничтожается безмерно вам придется тоже не сладко вишни надо растите семечек долго ждать вишни растите у вас нет то что называется корнивать вот тоже не скоро я в растерянности через очень капризная наука так груши полу сада груши четверть сада яблони четверть сада сливы остальное сбора по сосенке и вот что получается сейчас вы очень важную тему открою вот эти 2 гектара меня смущает ну понятно за 2000 вы будете 10 20 лет выращивать несовместимо конечно я вам помогу это самое продам семечек косточек и самое интересное как выключите можно подобрать на 2000 2000 это даже это со всякими скидками получать 100 штук что такое 100 штук 30 допустим косточек абрикосов 30 косточек слив ну да явно 3000 на 4 все все равно это не серьезно то есть вы это теперь как я все-таки вам объясню как выкручиваться если действительно для вас эти 2000 последний сейчас об этом поговорим но чуть ниже смотрите чуть чуть ниже здрасьте уважаемый река сенчат программ запроса свежий каталог для меня честь быть на своем счету садоводство люблю от души с самого детства только жил шести лет до прошлой осени в городе работал компьютерщиком рисовал ролики задавался вопрос зачем ли столько роликов большинство из них через два года будет неинтересно другое дело сад сейчас мы подходим к вам снова вернемся из-за ваших двух гектаров смотрите у меня как бы ответ комплекс перед нами скульт горела антонина ивановна мой старый друг старинный вот она интересно получилось я наконец признали так признали ей маленько начали помогать это школьный сад видите наконец-то землю нашли сейчас поймете к чему говорю а это касается и того кто вышел писал и про два гектара делись радостью пойду подалил чаю кипяточку как мы говорим сейчас проговорил без перерыва вот это очень важно все чем мы говорим что все 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 Спасибо. Спасибо. Не выдержал, пол груши съел. Запоминайте, лютневая сыпется. Когда-то доставал, как зимнюю, оказалась одна из самых летних. Так, сейчас, 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 делюсь радостью, наконец-то залезли землю. И еще, я сегодня выступал с информацией о саде на область мероприятий по внешкольному образованию, по экологии. Не читал доклад сухой, общался с участниками. Мое выступление было признанным лучшим, вручили благодарственное письмо от главы города и денежную премию, 3000 рублей, за значительный вклад в создание комфортной экологической зоны. Нужен ваш совет, на каком расстоянии отсыпать холмики. Сейчас саженцев останется на месте, ровно по схеме не получится. Сделать аллею, как хочет, директор тоже не стоит, так не так много места, чтобы прогуливаться. Нужно грамотно на правильном расстоянии рассадить абрикосы из сливы. Вот, значит, у нас получилось как. Я обрадовался невероятно, и вот этому обрадовался. Все-таки пробило эту стену. А то, как этих самых, якобы, авторов идей, столько оказалось, что вообще-то двинули в сторону. Потом вернули, потому что без Тони ничего бы не, ведь еще же только начало, представляете, растут абрикосы, они растут, растут. Вот они в косе не будут, там, сразу рассадок и награды не лучший способ. Весь, что не хватает влаги, так, то есть есть плюс, есть минус. Вот. А потом год-два, и они все загубят. Они должны сейчас на коленях у Тони стоять. И вот Тони вручает 3 тысячи, и обрадовался невероятно. Как в разговоре получилось, что она вдруг подумала, что я недоволен. Да, Тони, недоволен. За эту работу подвижническую тут надо было бы ноль приписать, не три. Вот. Это было бы еще мало, потому что, ну, 30 тысяч – это чья-то зарплата, причем считается по стране, среднюю зарплату. Вот. Вот. Сколько вы труда? Это чисто 3000 тысяч символических. Это, если бы вы курили, там, несколько пачек сигарет. Вот. А так, ну, что я скажу, на помаду – это все несерьезно. И вот получается, что я недоволен тем, что мало раз. Но, если вы продержитесь несколько лет, вот, и наши придут, так как вы первая, по вам государство перьями оплачет. Но придется показать сад. Уже готовы. Смотрите. Сейчас мы будем соединять две идеи в одну. Вот. Видите вот эти холмы, да? Вот. Вот. Они ухаживают за ними, травку щипают. Вот. Видите? Вот. Теперь самое интересное следующее. Итак. Посадка на холмы очень опасна. И здесь неравномерно взошли. Потому что сразу на холмы, сразу на постоянное место. Вот здесь у Антонины получится, так как взошло, где густо, где пусто, надо будет, да, это берем крайний случай. Она рисковала, но добилась успеха. Все-таки достаточно много взошло. Только потому, что посадила было очень много, много-много сотен косточек. Мы их не жалели с ней. Так. Посадка на холмы чрезвычайно опасна. Чуть не дополив сырости, и все, она не всходит. Вот так и получилось. Наверное, взошло меньше половины, а может быть даже четверть. И оставшихся хватит, когда они взойдут, все это будет в абрикосах. Но где-то между ними метр. А где-то шесть метров. Это я уже не ей, а мы с ней уже переговорили. Она все это знает, а вы не знаете. То есть берется там, где два метра, один выкапывается. А там, где шесть метров, посередке садится. Среднее расстояние. Потом не важно. Потом, как у меня, получится так, что небо не видно. Но это потом. А на этом этапе нужно хотя бы, пусть будет два-три метра. Природа все равно сможет пройдить, как угодно. И на этом все. Вот как они растут. Два метра, к следующему четыре метра. Потом три метра. И вот этого, вот этого. Тоня, вы извините, это ваши слова. Нужно грамотно рассадить абрикосы сливы. Да, прорехи заткнуть. Там где лишнее, где метр, а может быть и полметра. Эти надо более-менее нормально рассадить. Но, это я говорю не вам, вы это знаете. В таких случаях лучше никаких специальных планировок. Никаких аллей. Никаких аллей. Никаких. Вот. Здесь, на этом этапе, это будет даже немножко некрасиво. Теперь, для чего эта земля нужна? Вот когда вы пересаживать будете. Так. Здесь уже там, где растет, уже усадку дала, уже ладно. Но, в это место, вокруг саженца, можно будет сгладить вот этой вот землей. Там, где уже постоянно. Это самое главное, те, которые не трогать. Никаких специальных аллей, никакой красоты. Большинство не трогать. Тронувшиеся, посадили и сразу сделали холм. Пологий холм. Все. Вот это вот для чего. А теперь самое главное. Сейчас еще у меня появилось. Вот еще. Пожалуйста. Вы знаете, что такое заказ? Сейчас вам покажу его. Оу. 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 Это дело. Делается специально, допустим, промышленный. Там какой-то намек есть. Помните, письмо вверх. А теперь представьте себе, вот это все. По десять штук. Внимание. Вот это все. По десять штук. В сумме набегает, как говорил Райкинс, это 100000 умножаем на 1, 100000 умножаем на 1, 0 вместо 1000 умножаем на 1. Сумлашающая цифра. Так вот, вот это сумлашается цифра, как человек будет садить. Итак, мой главный совет. Еще раз говорю. Здесь, пусть я говорю долго, нудно, он касается многих из вас. Еще не все письма, а там есть. Еще письмо лежит там. Десять гектар засадить. А вы представляете, что такое десять гектар? Я тогда пять гектар засадил. Я посадил только на постоянные места 2000 деревьев. А у меня было, это, шесть на четыре с половиной. А это ужас какой-то. Это значит, человеку десятью гектарами минимум 4000 получается деревья. 4000. Это даже если, как я рассаживал. И так сделать, я предлагаю вам всем, это серьезнейший разговор, не применять на первом этапе вот эту посадку. Она годится там, где у человека. Вот как он пойдет в лес, 5000 семечек накопает, вот пусть так. Как бы плохо не взошли, но полтысячи взойдет, сад заложен. Но если каждая косточка, семечка стоит 20 рублей, 25 рублей, даже дикая, там десятку стоит, все равно 10 рублей. Тут первый этап, еще раз, это закладка на первый этап питомника. И питомника, слово не пугайтесь. Питомник бывает коммерческий, а бывает питомник сам для себя. А я так делал. У меня было пять гектаров. Я сразу посадил 1650 штук на постоянные места. Плюс отдельно экспериментальный участок, там под лесом с ветра не было. Это еще 300-400, это вот 2000. Но у меня бочки прорвались, тысячи нет. Как эти. Откуда я знал, что они через колючую проволоку проходят, как через это, через нитки. Вот, тысячи нет. Значит, по краям те же пастухи ворвали просто саженцы, развозили. И мне пришлось иметь еще питомник для восполнения, постоянного восполнения. И вот дало мне это все вот такой вот опыт. Первый этап, даже если два гектара, как вот я выше показывал, или вот я вам не буду некогда показать жуткую письмо, где ему надо вырастить, готов платить, платить 10 гектаров. Так? Свежее письмо. Но главное не это. Главное сделать так, чтобы максимально сберечь то, что есть. И первый этап будет, как называться, питомник или для продажи. Это кто-то может сделать так, что каждый лишний саженец продать. Или он просто делает так. Вот три сотки засадил, ну, например, там метр через метр ряды, и через 40 сантиметров саженец, будущий саженец. Семечка, семечка, семечка. Сколько потянешь, столько потянешь. Столько будет, столько будет. Может сотка, может три. Сколько захочешь, сколько денег не жалко. Дальше. Питомник заложен. Эти несколько соток легко поливать. Их легко защитить от уредителей. Вплоть до того, что все равно от пли никуда не денешься. Вот. Их легче охранять. Представляете, десять соток вот так вот, десять гектаров щерчено. А вот сходить будет через пень-колоду. А врагов у них сколько. А мышь уже ждут. А у питомничек, которые один, два, три сотки, вы окружите заботливо бутылками с отравленным зерном, с санэпидемстанцией. И вы избавитесь хотя бы от этой беды. Так? И вот когда они дружно взойдут, и мне неудобно, у меня есть фотографии, дружные всходы сливы, дружные всходы абрикосов, груш. Это все я вам показывал в тех юбинарах. Если вы это обеспечите, охрану вот эту, то в следующий там будет кочущий питомник. Это все, что выросло, пусть даже половина, даже четверть, все равно это сад. А потом где-то между ними будет опять же. Начинаете плевать. Здесь через сорок сантиметров привил, через метр привил, через два тут пусто-пусто-пусто привил, снова через сорок, все подряд плевать. Лучшие и злучшие дальше остаются навсегда, через два-три метра остаются навсегда. А промежутки, которые, вот они-то и рассаживаются на те самые гектары, я освободился. Дальше как быстрее заполнить этих гектаров? Все будет зависеть от первого этапа. Первое, как можно больше заказать, а второе, чтобы как можно больше из них зашли. Стоит постараться, примерно по моим расчетам, на третий-четвертый год. А вспоминайте, я вам показывал, я, ну пусть это всего лишь 10 соток в одном случае, 15 в другом. Ну вы видели, как я, шутя, за несколько лет вырастил деревья, а потом мерил их уже в этих самых. Тимошка, вспоминайте, полтора метра Тимошки, за несколько лет. Это настолько все реально? Вопрос только о количестве семян. Так? Вот. Ну вот так же. Посмотрите. Тут посчитать, наверное, я не считал еще. Только принял за карту, наверное, полтысячи семян. Да? И потом очень быстро можно заполнить все остальное. Потом следующий этап будет, это когда через несколько лет абрикосы могут с косточки на четвертый-пятый год заплодоносить. Сливы на четвертый-пятый год в среднем. Это нормально. Так ведь? Вот. И своим материалом вы обеспечены. А дальше расстреляйтесь, берите еще 10 гектаров, сколько хотите. Итак, первый этап – питомник и плотная посадка. А то иначе, посмотрите, я специально, а то не использую. Представляем, что это на 10 гектарах. Это почти наверняка не успех будет. Не палить толком, чтобы зашли густо. Не это самое, не защитить от мышей такой огромной площадь. 2 гектара или 10 гектаров. Вот все, что я использовал как мог, я вам рассказал то, что я считаю, нужно бы рассказать. Вот. Питомник, кто-то может сразу коммерческий. Успех, есть такое понятие, обреченный на успех. Ведь уже несколько человек торговали моими семенами. Вернее так, торговали саженцы, выращенные из моих семян. Я вам показывал гордо. Это уже следующий этап. А для этого, правда, для питомников маточного сада хватило бы от полу гектара до гектара. В этих пределах можно было бы дальше не лезть и уже обеспечить себя на всю жизнь. Вот. А с другой стороны, стоит ли дальше лезть? Второй гектар, третий, это уже потом. Еще раз говорю. Это потом. Вот это вот сразу на гектарах, это слишком расточительно и неудобно. Все. Проехали. Потому что все фишечкиعد descubfall knees открывает до пояс. Продолжение следует. Пояснила. Продолжение следует...